Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Напоминаю, что поскольку сегодня понедельник в 15.00 по московскому времени состоится традиционный вебинар, правильный понедельник, причем тему этого вебинара выберите вы. Я предлагаю вам поучаствовать в вопросе в нашем телеграм-канале, ссылку на которую можете найти в описании к этому ролику. Это очень хороший канал коммуникации, друзья, поэтому я рекомендую вам им пользоваться. Ну что ж, повестка экономического календаря этой недели. Сразу хочу сказать, что каких-то супергромких событий, макроэкономических отчетов не будет. Хотя, с другой стороны, учитывая то, что мы с вами следим за тем, как продолжаются переговоры между республиканцами и демократами по потолку государственного долга, а точнее их отсутствия, я думаю, что длительный период спекуляции, обсуждение потенциального дефолта в США, это очень хорошая почва для роста волатильности, поэтому на рынках в таких условиях можно ожидать всего, что угодно. Ну а если детально по повестке экономического календаря предстоящих дней, то обратить внимание можно будет на данные промышленного производства по еврозоне сегодня в 9.00 по GMT. Завтра будет публикован блок данных по рынку труда Англии. Также розничные продажи в США, это, пожалуй, с точки зрения макроэкономической статистики штатов самый важный релиз этой недели. Сможем оценить динамику потребительской активности и попробовать порассуждать на тему того, как этот показатель отразится в будущем на отчете по инфляции. И также в среду выйдут данные по инфляции в Канаде. И замыкать неделю в четверг будут первичные заявки на пособие по безработице в США. Это еще один индикатор состояния американского рынка труда. Мы к статистике по рынку труда из США сейчас более внимательны, потому что понимаем, что она влияет, в том числе и на риторику американского регулятора. Но первичные заявки попали в фокус нашего внимания, потому что мы видим, как рынок бурно реагирует на них в последние недели. Возможно, это дополнительный индикатор сейчас без нонфармов оценить, в принципе, состояние всей отрасли. Что касается наших инструментов, за которыми мы следим. Индекс доллара, текущие котировки 102.50. Честно говоря, я не ожидал, что индекс доллара сможет развить такую восходящую динамику. Особенно при том новостном фоне, который сложился на прошлой неделе. И анализируем, большое количество статей, аналитических заметок, точек зрения тех экспертов и аналитиков, чему мнению я доверяю, нет какой-то единой позиции, почему доллар смог так укрепиться, при том новостном бэкграунде, который сложился. Кто-то считает, что причина перенос переговоров между республиканцами и демократами по потолку государственного долга. Ну, какая-то странная причина, учитывая то, что перенос переговоров по столь важному вопросу, как по потолку государственного долга, это напротив продление периода обсуждения рынком экономической катастрофы, которая может наступить в США. И в таких условиях, конечно же, я бы больше сейчас доверял инструментам, которые несколько изолированы от того, что происходит в американской экономике. Конечно же, это не доллар, это рынок драгоценных металлов. Кто-то считает, что причина роста доллара на прошлой неделе, это как раз отчет по первичным заявкам на пособие по безработице. А точнее, еще один индикатор слабого рынка труда. Якобы, если рынок труда слабеет, значит, не будет расти инфляция, поскольку не будут повышаться заработные платы. И, соответственно, не будет вот этого потребительского давления через цены на экономику. Но, опять же, эта причина тоже, мне кажется, странной, потому что если рынок труда стагнирует, и если мы этот релиз выкрутим через тот самый, который влияет на инфляцию, то, в конечном счете, придем к выводу, что инфляция дальше будет замедляться. И, соответственно, если индекс потребительских цен будет все ближе к целевому значению Федрезервов, 2%, значит, ВРС уж точно быстрее откажется от жесткой монетарной политики, потом займет выжидательную позицию на какой-то период времени, и еще через некоторый период времени, просите за тавтологию, начнет уже смягчать экономическую политику, ну, то есть потенциально снижать процентную ставку. И после выхода данных по инфляции на прошлой неделе у нас было много индикаторов основной инфляции потребительских цен, базовой инфляции, индекс цен производителей, то есть промышленная инфляция тоже в проявлении основном и в базовом значении. Все эти отчеты сигнализировали о том, что инфляционное давление в США замедляется. И мы тогда уже сделали вывод о том, что, ну, если индекс потребительских цен остается на траектории устойчивого снижения, значит, Федрезерв имеет все больше оснований, чтобы отказаться от жесткой монетарной политики. И позволили себе назвать сроки, что вот июньское заседание, которое очень скоро, друзья, подберется, потому что время очень быстро движется вперед. И на этом заседании американский регулятор может просигнализировать об отказе от вот этой политики высоких процентных ставок. Пока мы с вами ждем какие-то отчеты, которые могут повлиять на будущее решение Федрезерова по процентной ставке, у нас есть еще вот эта глобальная тема, которая связана с США. Это угроза дефолта из-за того, что отсутствует консенсус, компромисс по потолку государственного долга. Его никак не удается поднять, потому что непримиримые такие противоречия между республиканцами и демократами. Байден, который возглавляет демократов, разумеется, требует поднять без каких-либо предварительных условий. По потолку государственного долга республиканцы настаивают на очень серьезном сокращении бюджетных расходов. Встреча, кстати, на прошлой неделе, в начале недели, завершилась ничем. Она должна была повториться в конце прошлой недели, но ее перенесли вот на начало этой. Поэтому больше времени рынку, чтобы вариться в теме, а что если компромисс уже не будет достигнут. И вот эта идея и опасения, что будет тогда с американской экономикой и с мировой в целом, сейчас еще и усиливается вбросами такими от Минфина, Джанет Хеллен, о том, что вероятность компромисса крайне низка. И что если, опять же, не будет консенсуса, то средства финансирования, проблемы с финансированием Минфина, расходов федерального бюджета, они, в принципе, уже закончатся в конце этого месяца и в начале июня. И тогда наступит вот эта самая экономическая катастрофа под названием дефолт. Эту тему мы с вами будем обсуждать и дальше. Я уверен, что пока она сохраняется на рынке, пока мы говорим о самом плохом с точки зрения того, что может произойти в мировой финансовой системе через вот этот очень серьезный ветер, который дует из США, я, честно говоря, рекомендую держаться подальше от всего, что имеет отношение к американским финансовым активам. Это и фондовый рынок, и, соответственно, и доллар. Поэтому моя позиция по индексу американской валюты – это исключительно шорт, как и раньше. Но в то же время я признаюсь, что поскольку есть высокая степень корреляции между долларом и парой евро-доллар, и европейская валюта все же, вопреки риторике Европейского Центрального Банка, просела, я принял решение пока что закрыть длинную позицию по паре евро-доллар. Британская валюта – 1,2453. Здесь длинная позиция в приоритете, потому что при том показателе инфляции, который мы сейчас видим в Англии, конечно же, Банк Англии будет вынужден дальше активнее повышать ключевую процентную ставку. На прошлой неделе мы, кстати, обсуждали, почему все же Банк Англии не поднял ставку на 50 байсных пунктов уже сейчас. Но это риторический вопрос. Честно говоря, мне кажется, это ошибка, потому что очевидно, что инфляция выйдет на новые локальные максимумы уже через месяц, потому что потребительские цены, продовольственные цены в апреле значительно скакнули вверх, больше чем на 15%, и это отразится в общем показателе по инфляции. Поэтому тоже едут ожидания на июнь, что Банк Англии поднимет ставку на 50 байсных пунктов уже потенциально 13 раз подряд. Пока что из новостного фона данные по промышленному производству в месячном выражении динамика хорошая, рост на 0,7% в общем показателе промышленного производства и в обрабатывающей промышленности. В ОВП в первом квартале положительная динамика 0,1%. Здесь тоже есть вроде позитив, потому что при таком даже скромном приросте можно сказать, что британская экономика все же смогла избежать вот этого экономического рецессионного спада. Поэтому я сторонник того, что фунт имеет основания для дальнейшего роста и буду ждать как раз отработку вот этой идеи. Золото 2013 долларов за трость к унусу. Последний отчет CUTC, Американской комиссии по торговле товарными фьючерсами, показывает, что институционалы сохраняют высокий интерес к рынку драгоценных металлов. И на прошлой неделе снова рост с 195,6 тысяч, совокупных контрактов до 195,8 тысяч. Соответственно, при том фундаменте, что было названо еще в отношении и касательно состояния и текущего положения дела в американской экономике, это фонд, который должен поддерживать спрос на защитные инструменты. И по золоту идея прежняя, друзья, я сторонник того, что рынок драгоценных металлов должен расти. В частности, золото легко в перспективе ближайших недель точно закрепится выше 2050 долларов за трость к унусу. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»